Всем привет, ребят! Сегодня у нас набор по серии Лего Ниндзяга, гоночный автомобиль Эво, Джей и Нии. Тут есть реактивный ранец Нии и только автомобиль Джей. Так что набор надо было назвать автомобиль Джей. И реактивный ранец Нии. И как его? И флайер Нии. Да, он его называют флайер. Флайер, на котором Нии может летать. И есть бронированный вертолет Гадюк. Ну, правда, не знаю, похож ли он на бронированный. На коробке нарисовано, как автомобиль Джей сражается против вертолета Гадюк. И выглядит это довольно смешно. Потому что у вертолета Гадюк нет ничего, чтобы стрелять. В этом наборе присутствуют Джей, Ния, Кобра-механик и Боа-разрушитель. Герой коробки Джей. Ну, потому что машина-то Джей. Логично. Этот набор 7+, в нем больше 560 кубиков, что меня довольно сильно удивило. Потому что это полтысячи кубиков. Два набора и тысячи кубиков. Нормально, кстати. Ну, да. То есть автомобиль должен быть не совсем уж маленький, я понимаю. Ну, да. И пакеты, наверное, судя по такой коробке, должны быть наполнены. Ну, однозначно он напоминает мне что-то, что уже раньше леговцы выпускали. Ведь это же совершенно не первый автомобиль. Давай с чем-нибудь сравним. Чем можно его сравнить? Можно его сравнить с автомобилем Ллойда. Ну, посмотрите. В принципе, много сходств все-таки есть. Да. Ну, во-первых, четыре колеса. И сзади есть такие закрылки. Впереди тоже, смотри, такие золотые мечи. Да, немножко другого вида. Шутеры. Только прул по бокам, а тут в центре. Ну, и бампер такой же сделан из мечей. Ну, что, посравниваем сегодня? Да. На обратной стороне коробки мы видим то, что Джей начинает преследовать кобру-механика, а они на своем флайере догоняют боя-разрушителя. Вертолет с удавом-разрушителем тоже почему-то на земле, и удав-разрушитель пытается убежать. Он мог улететь, но, может, его как-то подбили. Теперь становится понятно, как вертолет подбили. Оказывается, на капоте у него все-таки есть шутеры. Можно крутить лопасти у вертолета. Короче, леговцы берут у самого за себя. Ну, и, наверное, самое интересное, это флайер, да, такой? Да, флайер НИИ. Выглядит он довольно интересно и не интригующе. Здесь есть знамя работы в команде. Оно уже повторялось в наборе Вольтрон. Ну, обыкновенный, средненький, серенький наборчик. Стоило его вообще покупать? Да, наверное, потому что по виду он выглядит довольно интересно. И если не из знамя, то сам автомобиль мне нравится. По крайней мере, пока что. К тому же, как это ни странно, маленькими наборами играть легче. Открываем. Третий пакет. Как видно, тут только начинает строиться машина. Второй пакет. Четвертый пакет. Пятый пакет. Ну, там уже шины. Первый пакет. Наверное, все? Только инструкция? Вот, наклеек. Так вот это все выглядит на столе. Средненький наборчик? Да. Вполне. В конце тут есть такая картинка. Флайер Ни прицепляется к автомобилю Джея. И то, что вертолет Гадюк атакует автомобиль Джея и флайер Ни. Так вот это все выглядит. В первом пакете было два предмета. Первый это флайер Ни. Я, честно говоря, не знаю, на что это похоже. Но тут можно как посадить ней вот так вот, чтобы она стояла и летела. Либо вот так вот за ноги прицепить к этому флайеру, чтобы он мог вот так вот планировать. Во втором пакете сам вертолет был достроен. И, честно говоря, выглядит он довольно эпично. У него есть такой пропеллер. Видите, как он крутится красиво. Видите, что придумали специальную шестеренку, чтобы у пропеллера крутился легко. И я так понимаю, он может нагибаться тоже, да, получается? Да, он может двигаться, но не очень много. Наклан специально сделан, да? Еще тут есть такой вот хвост, на конце которого есть еще один хвост. Хвост, хвостатый хвост. Браво. Так. Тимка, а этот хвост точно должен быть вниз, да? Как бы не вверх, как обычно, на летолетах, а именно вниз? Я сам удивляюсь, но да, он должен быть вниз. Еще здесь появились вот такие вот зеленые капсулы. Как оказалось, эти зеленые боеприпасы, это то, что надо вообще скидывать. Так, показываем. Вот так вот. То есть такие бомбочки, да, получаются? Да, то есть они падают вниз и взрываются. Здесь есть вот такая вот крутая кабина. Она открывается вот так вот и вот так вот. А что, отлично выглядит, и смотрите, какой долгий пульт это. В итоге человечек вылезает, и кабина может закрыться. Нормально. К тому же здесь есть вот такой вот пульт управления, точнее рычаг. Как на настоящем вертолете. Помните, раньше брали леговцы рычаги свои и ставили, а вот теперь креативно. И места не занимает, и рулить можно. Смотри, здесь стекло, здесь стекло, и перед тоже как интересно сделан. Причем это какая-то новая фигурка или чуть-чуть не мог? Ну, можно сказать, что новая как раз. Она работает как торс для роботов. И интересные у него, конечно, цвета. Тут ничего не скажешь. Такие зеленые, оранжевые, ядовитые, черные, серые. Ну, вот и все вертолет хорошо. Жалко, потому что пилота еще нет. Пилот будет в четвертом пакете. Как это ни странно. Мне кажется, вертолет получился. А ты как думаешь, Тим? Да, мне он тоже понравился. В третьем пакете началась строиться машина. Здесь есть арки для колес. Здесь есть место водителя и пассажира. Здесь на месте водителя есть руль. А на месте пассажира какое-то место для хранения всяких важных вещей. Посмотрите, ребята. Да. Вот так вот руль, а тут ящичек. Бардачок, да, такой? Понятно. Ну, да, типа. Здесь есть что-то вроде капота. Тут видно то, что он будет отцепляться, как я понимаю. И здесь есть двери. На них нарисованы молнии. Здесь ничего не поворачивается, здесь ничего не... Ну, крутится только осень. Ну, оно крутится, да, осень? Ну, да. Ну, там будут стоять колеса. Интересно, ребята. То есть, смотрите, осень все-таки крутится. При всем при том, да, получается? Да. В четвертом пакете машина Джея стала еще более крутой. У нее появилось такое вот стекло. Оно может подниматься. И опускаться. Ребят, я что-то даже не ожидал, что оно именно такое будет. На картинке как-то оно не очень смотрится, да? Да, оно меньше как-то и даже кажется то, что... Незаметное, да, какое-то? Но здесь оно реально большое. Ага. И здесь какое-то пространство. Я даже не знаю, для чего оно нужно. Красиво. Так. Еще здесь есть крепление для дрона. Он цепляется вот так вот. И теперь крыша поднимается еще... Это может взлетать вертикально почти. Ну да, вот так вот. Еще появились такие вот красивые красные фары. Можно даже назвать какой-то машиной формулы номер 1. Здесь есть арки для колес. И два вот таких вот скрытых пистолета. Такие шутеры, ребят, смотрите. Причем они могут подниматься и опускаться. Да, типа если ты такой едешь, на пути тебе стояли змеи, ты такой поднимаешь эти шутеры и не убегаешь. Вроде красиво. Остальное пока все осталось без изменений, я так понимаю, да? Следующий пакет будет последним. И в нем как раз решится судьба этого автомобиля. В последнем пакете машина стала уже реальной машиной. Здесь появились диски, капот, два каких-то ножа. В этом огромном флэштоке висит такой маленький знамя. Угу. Спереди действительно нельзя не увидеть такие красивые мячи. Да, я думала они будут двигаться, но оказывается нет. Ну и появился, естественно, капот. Да, с такими вот фарами. Появились новые колеса. Впереди колеса маленькие, сзади большие. Диски у них тоже различаются. Вот так вот он выглядит вместе с флэром. Что, обсудим, что получилось? Да. Мне кажется, что этот набор получился довольно крутым. Здесь есть очень крутой автомобиль, очень крутой вертолет. Целых четыре фигурки, что для такого набора довольно хорошо. Ну, единственное, что сами фигурки выглядят как-то старо. То есть они уже слишком популярны и встречаются практически в каждом наборе. Сам автомобиль выглядит просто пампезно. Кабина как-то выглядит совсем не так, как на картинке. Флайер, ну, достаточно интересный, да, получается? Да. И сама задумка с пушками на капоте довольно интересная. Вертолет сделан довольно круто. Этот хвост сделан, ну, не знаю, как сказать. Мне этот хвост не очень, чтобы и понравился. Но кабина очень интересная. Да, кабина реально сделана красиво. Так как она раскрывается, это прям вот супер. Такие интересные стекла, да. Вот то, что они используют этот элемент, который броня, да, у робота. Они его всегда используют, вообще круто. И вот так вот закрывается еще приятно. Да и сама идея сбрасывания каких-то бомб, это довольно крутая идея. Ну и, конечно, фигурки, как говорит Тимка. Четыре фигурки, неплохо. Они хоть и старые, но уже проверенные. Сегодня я решила сравнить автомобиль Джея с автомобилем Ллойда из 2018 года. А между ними не такое большое расстояние временное, но зато... Они выглядят довольно похоже. Новый автомобиль сделан гораздо в более маленькой форме, но зато он выглядит более обтекаемый, чем прошлый гигант. У старой версии пушки активировались при нажатии одной кнопки. Это было круто. И при езде они начинали стрелять. Это да, это было круто. Здесь такой... А тут всего две пушки, и то они какие-то слабенькие. По стеклам, наверное, старое стекло было поинтереснее. Ты как думаешь? Ну, по-моему, все-таки новое покруче, но потемнее, и самого водителя рассмотреть было гораздо сложнее. Тимка посадил туда Джейни во вторую машину, потому что эта машина уже на двоих, как она называется. Это как раз плюс. Да, автомобиль Джейни, и тут как раз двое героев одновременно сидят. Автомобиль Ллойда, в нем только может уместиться один герой. Один Ллойда. Обе кабины достойны, но здесь были мечи, да, по бокам, а здесь никаких мечей вроде как нету, да? Ну, типа да. Но зато сидят двое. Два таких вот меча. Они спереди, да, стоят, ребят? Смотрите, обратите внимание. Правда, это ничего не изменяет, но ладно. У старого стекла в чем была особенность? У него была такая раскраска на стекле, да, видишь? В нем были наклейки. Наклейки, да. Правда, сейчас эти наклейки сделаны, когда ты на них смотришь, ты думаешь, ну что это за наклейки? Почему там мотоцикл нарисован? Мотоциклов в Ниндзяка давно не было. Где мотоцикл? Мотоцикл, да? Да. А на автомобиле Джея нет наклеек практически совсем. Ну зато цвет стекла темный, да? И это как бы придает ему какой-то определенный шарм, да, так понимается? Мечи сзади тоже достаточно оригинальные. Мне кажется, даже у автомобиля Джея они поинтереснее будут, согласись. Да, они сделаны гораздо круче. Здесь это какие-то крылья. Кстати, это реально крылья. А тут это уже что-то покруче. Вместе с флагштоком и флагом, наверное, даже автомобиль Джея, может быть, в чем-то и превосходит автомобиль. Ллойда, согласен ты, Муха? Ну да, колеса у автомобиля Джея одинаковые, а у автомобиля Джея разные. Да, а вот передние колеса, конечно, чуть по-другому сделаны. Ну и, конечно, машинка получается поменьше, да, немножко Тимофа? Да. Мне больше нравится автомобиль Джея. Во-первых, он новый. Во-вторых, он какой-то спортивный кар и выглядит он более по-игровому. Автомобиль Ллойда, у него есть суперская функция вот этой стрельбы. Да. Она мне запомнилась прямо надолго. Ну то есть, в принципе, думаешь, они достойны друг друга? Да. Вот такой вот получился обзор. Это не последний? Да. Мне этот набор довольно сильно понравился. И почему-то мне нравятся машины все вот эти вот по Ниндзяго. Я, конечно, понимаю то, что Драконы это Ниндзяго, но машины тут тоже довольно постоянная часть. Мне этот набор очень сильно понравился. Хоть он и простой, да, такой? Да, хоть он и простой, 7+. Я вам рекомендую, единственный его минус, это то, что фигурки старые и флаг сам повторяется. На этом я с вами буду прощаться. Всем пока. Пока, Тимоф. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова